молния одно из самых впечатляющих и удивительных природных явлений в древности люди боялись молний и считали их проявлением божьего гнева в современном мире для их изучения применяются самые разные методы больше всего информации мы получаем наблюдая за ними со спутников например с помощью орбитальных спутников удалось подсчитать что в среднем ежегодно в атмосфере нашей планеты сверкает около полутора миллиардов молний однако примерно 75 процентов из них так и остаются в атмосфере не достигая поверхности земли диаметр молнии очень мал примерно 2 сантиметра он кажется намного больше из-за яркости самая длинная молния в мире длилась восемь с половиной секунд и протянулась более чем на 477 миль по небу над техасом луизианой и миссисипи это большая редкость чаще всего разряды длятся доли секунды а средняя длина согласно статистике составляет девять с половиной километров но даже это больше чем высота эвереста высочайшей вершины земли над уровнем моря молнии различаются не только по размеру они вспыхивают в небе с различными скоростями это природное явление может достичь скорости 140 тысяч километров в секунду что составляет почти половину скорости света в зависимости от состава атмосферы молнии могут быть разными по цвету желтыми белыми оранжевыми голубыми красными молнии сверкают не только на земле но и на других планетах например на юпитере или венере над морями и океанами молнии бывают чаще и мощнее чем над сушей но в воду разряды бьют примерно в пять раз реже чем в землю или другие объекты вопреки распространенной поговорке молнии часто бьют в одно место дважды а то и более разряд всегда идет по пути наименьшего сопротивления из всех творений рук человеческих чаще всего разряды бьют в антенны и трансформаторные будки особенно часто достается трансформатором установленным вдоль железной дороги в европе в средневековье практиковалось правило запрещающее строить дома выше чем местный храм возникло оно неспроста застройка тогда была преимущественно деревянной и молнии часто становились причиной пожаров а храмы строили из камня и они возвышаясь над окрестными зданиями выполняли для них роль громоотводов иногда разряды бьют в песчаные пляжи оставляя после себя фульгуриты причудливой формы трубки из стекла которая формируется из расплавленного песка стоит учитывать что песок плавится при 1700 градусах цельсия температура же при вспышке молнии может достигнуть 30000 градусов что в пять раз превышает температуру на поверхности солнца сама молния это электрический искровой разряд в атмосфере как правило возникающий во время грозы проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим ее громом гром это звук ударной волны производимой молнией которая нагревает воздух до 30000 градусов менее чем за секунду при ударе молнии рядом с человеком опасность представляет не только стремительный нагрев воздуха но и мощная ударная волна возникающая когда разряд разрывает воздушное пространство как удар кнута удары молний часто становятся причинами лесных пожаров из деревьев чаще всего молния бьет в дуб а реже всего в букв возможно это как-то связано с наличием или отсутствием определенных масел в древесине удар молнии иногда может привести ко взрыву дерева из-за стремительного нагрева соки и влага внутри древесины испаряются в результате чего водяной пар буквально взрывает дерево изнутри расщепляя его вдоль волокон от корней до верхушки лиана известный паразит приносящий определенный вред деревьям на которых растет однако иногда она спасает своего хозяина от молний играя роль естественного молнии отвода причем сам паразит при этом сгорает зато дерево не получает никаких повреждений по статистике около 75 процентов людей выживают после удара молнии звонари чаще других людей становится жертвами молний так как высокие колокольни и металлические колокола притягивают атмосферные разряды в мужчин молнии бьет в шесть раз чаще чем в женщин наиболее вероятным объяснением является то что мужчины больше времени находятся на улице американец по имени рой салливан попал в книгу рекордов гиннеса как человек в которого больше всего била молния он ловил собой разряд целых семь раз никто не знает почему салливан был для них так притягателен американский военный майор саммерфорд трижды подвергался ударам молнии последний из которых и подорвал здоровье мужчины фактически сведя его в могилу что интересно уже после захоронения молния ударила в него четвертый раз уничтожив надгробие ученые выяснили что в природе существует несколько видов молнии линейные молнии наиболее часто встречающаяся разновидность имеет форму ломаной линии от которой идет несколько ответвлений молнии земля облака образуются в результате накапливающегося электростатического заряда на вершине самого высокого объекта на земле что делает его весьма привлекательным для молнии такие молнии образуются в результате пробивания воздушной прослойки между вершиной заряженного объекта и нижней частью грозовой тучи поскольку верхняя часть облака заряжена позитивно а нижняя негативно рядом стоящие грозовые облака могут простреливать электрическими зарядами друг друга этот вид молнии называется облака-облака горизонтальные молнии очень мощные и опасные они не бьют в землю а распространяются в горизонтальной плоскости по небу ленточная молния выглядит как несколько молний идущих параллельно друг другу пунктирная молния редкая форма электрического разряда при грозе проявляется в виде цепочки из светящихся точек супер болты молнии мощность которых по крайней мере в тысячу раз выше чем у обычных увидеть это зрелище считается везением поскольку супер болты невероятно редки шторовая молния выглядит как широкая вертикальная полоса света сопровождающиеся низким негромким гулом объемной молнией называется белая или красноватая вспышка при низкой полупрозрачной облачности сильным звуком треска отовсюду чаще наблюдается перед основной фазой грозы также перед грозой на концах высоких предметов вроде мачт и шпилей можно наблюдать небольшие разряды форме светящихся кисточек или пучков они называются огнями святого эльма обычная молния возникает на высоте около 16 километров однако спрайт вид электрических разрядов холодной плазмы бьет на высоте от 50 до 130 километров и это при том что космос официально начинается с отметки в 100 километров потому что атмосфера там уже столь разрежена что близка к вакууму из верхней части грозовых облаков иногда вырываются разряды особого типа называемые эльфами они представляют собой огромные до 400 километров в диаметре и до 100 километров в длину слабо светящиеся конусы джеты молнии трубчатоконусной формы с синим свечением высоту достигают нижних слоев ионосферы от 40 до 70 километров шаровая молния светящийся плавающий в воздухе плазменный шар это уникальное и редкое природное явление поведение шаровых молний непредсказуемо в одних ситуациях при столкновении с предметами они взрываются в других же оставляют след или даже проходят сквозь предмет шаровые молнии до сих пор остаются для ученых загадкой из-за мощных ядерных взрывов проводимых на поверхности земли также возникают молнии однако в отличие от обычных молний они идут не сверху вниз а снизу вверх небольшие разряды зачастую сверкают в стенках вихри торнадо возникают они из-за статического электричества во время извержения вулкана также возможны молнии в результате чего возникает так называемая грязная гроза на планете существует место где молнии бьют почти каждый день на северо-западе венесуэлы там где река кататумба впадает в озеро маракайба на высоте более 5000 метров происходит загадочное и очень красивое природное явление которое получило название молнии кататумба грозовое облако над кататумба производит более миллиона молний в год непрерывно сменяя друг друга небо рассекают огромные электрические разряды до 10 и более километров длиной этот феномен является одним из самых больших производителей озона в мире самое интересное что при такой интенсивности молний грозовых раскатов практически не слышно сила тока здешних молний в десятки раз превосходит этот показатель в наших широтах физики уверяют что каждый разряд обладает энергией способной зажечь 100 миллионов электролампочек по 100 ватт мощности небесного фейерверка хватило бы на освещение всех городов южной америки благодаря такой мощности молнии видны на расстоянии более 400 километров множество мореплавателей использовали этот феномен в течение многих столетий для того чтобы не заблудиться и добраться домой при этом они называли его маяк маракайба молнии видны не только в дни штормов длящихся тут 150 дней но и в обычные дни по 10 часов около 300 дней в году на небе возникают сотни тысяч электрических разрядов а за час их можно насчитать более 270 основной причиной появления столь необычного феномена ученые считают метан которым богата атмосфера этих заболоченных мест впадающая в озеро маракайба река кататумба проходит через очень большие болота вымывая органические материалы которые разлагаясь выделяют огромные облака ионизированного метана потом они поднимаются на большие высоты где разносятся сильными ветрами прибывающими из ант метан ослабляя изоляционные свойства воздуха в облаке вызывает частое появление молний первые исторические упоминания о молниях кататумба известны с 1595 года когда сэр фрэнсис дрейк собирался брать город маракайба штурмом он намеревался напасть под покровом темноты но солдаты охраняющие город увидели его когда мощнейшая молния осветила все вокруг молнии кататумба изображены на гербе штата сулия правительство венесуэлы пытается внести этот феномен в список всемирного наследия юнеско но пока безрезультатно так как еще ни одно природное явление не заслужило такого статуса молнии кататумба внесены в книгу рекордов гиннеса как место с самой большой частотой ударов молний на планете из всех населенных стран молнии реже всего бывают в египте примерно раз в две сотни лет молнии обладают разрушительной и необузданной силой однако помимо вреда это природное явление приносит и пользу исследователи считают что молнии способствуют очищению атмосферы от загрязнений а также помогают удобрять почву несмотря на невероятные научно-технический прогресс и человеческие возможности природа молнии до сих пор мало изучена на этом у меня все если вам понравилось поставьте лайк и подпишитесь на канал еще увидимся